Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Посмотрите, ну посмотрите Какая картина Вот так вот приезжаешь утром в сад А тебя в саду ждут скворцы Да, скворцы уже прилетели Здравствуйте, уважаемые телезрители В эфире очередной выпуск программы Зеленый остров И я ее ведущий Александр Сидельников Весна набирает обороты Конец прошлой недели был очень теплым Эта неделя обещает быть очень теплой Температура воздуха днем может прогреваться До 20-22 градусов Ночные температуры положительные Идет интенсивное таяние снега И в минувшие выходные В одном из садовых центров Я слышал разговор между садоводами Между покупателями Садовод говорит Да, в общем-то, вот какая погода Прекрасная установилась А увезу-ка я на неделе в сад Помидоры Пусть в тепличке стоят Но вот от этого шага я хотел бы садоводов отговорить Почему? Потому что вот эта-то неделя будет очень теплая Высокое давление К нам подошел южный антициклон Который сформировался где-то в районе Ташкента Но это, к сожалению, ненадолго Мы с вами еще убедимся, что живем на южном Урале А не на южном берегу Крыма Со всеми вытекающими отсюда последствиями Синоптики утверждают, что уже к концу недели Давление начнет падать Начнет снижаться температура В выходные станет уже довольно серьезно Прохладно Ну а в начале следующей недели Даже дневные температуры будут отрицательными Понедельник, вторник до минус 4 градусов днем И до минус 8, минус 9 градусов ночью Конечно, никакая теплица не выдержит вот таких вот понижений температуры Одно дело, если в теплице мы выращиваем капусту, редиску, укроп Различные салаты, они выдерживают понижение температуры Даже кратковременные заморозки, но теплолюбивые культуры Перец, баклажаны, томаты, огурцы Конечно же, для них эта температура может оказаться губительной Более того, даже если вы укроете внутри теплицы посадки дополнительно Нитканым укрывным материалом набросите там полиэтиленчик Все равно вот такое глубокое переохлаждение для теплолюбивых культур Крайне нежелательно, потому что после такого переохлаждения Они намного остановятся в развитии Поэтому вот рассаду теплолюбивых культур К сожалению, мы продолжаем держать дома на подоконнике, в лоджии В общем-то, помня о том, что возврат холода еще произойдет Более того, синоптики утверждают, что вот сейчас снег-то в городе, во всяком случае, сошел На приусадебных участках снега практически не осталось Но к концу недели, в начале следующей недели На Урале возможно установление временного снежного покрова Причем к концу недели ожидают достаточно серьезные осадки Ну, осадки, в общем-то, это, наверное, неплохо Потому что разговаривал со многими садоводами-любителями В клубе у нас был обмен мнениями, как там что перезимовало Сколько влаги в почве И относительно влаги в почве Многие садоводы-любители говорят, что ее, в общем-то, для этого времени недостаточно Практически не было ручьев, вот от снега, от таяния снега Вся почва, вернее, вся влага впиталась в почву Но даже вот тех осадков, которые мы имели в зимние месяцы Не хватило для того, чтобы почву промочить хорошо Будем надеяться, что вот эти осадки в конце недели, в начале следующей недели Они, в общем-то, хотя бы немножко смогут исправить ситуацию Ну и вот пока у нас стоит такая комфортная погода На приусадебном участке мы, естественно, продолжаем работы Ну, кто-то продолжает, кто-то может только начинать эти работы Я бы, наверное, из работ на приусадебном участке вспомнил про обрезку В прошлой передаче я говорил, что деревья перезимовали достаточно хорошо Поэтому в этом году мы можем провести не просто санитарную обработку Которую мы проводим после каждой зимы В этом году мы вполне можем провести сильную омолаживающую обрезку Прививку проводить на различных плодовых, ягодных, декоративных культурах Наверное, рановато Рановато даже проводить прививку в древесину Ну, а прививку за коровы, помните, что мы проводим только в момент активного сокодвижения Сокодвижение вообще, несмотря на достаточно высокую температуру В городе началось там на кленах, немножечко на ясенях Ну, а в лесу сокодвижение не началось даже на березе Ну, а сокодвижение на той же яблоне, груши В хорошие годы у нас начинается в третьей декаде апреля И продолжается до, так это, 5-9 мая В этом году мы можем, вообще говоря, по многим признакам Получить такое запоздалое начало активного сокодвижения на плодовых культурах И вот только тогда, когда начнется сокодвижение Собственно, мы можем провести и прививку Ну, а вообще прививку можно проводить на плодовых деревьях На яблоне, на груши, на косточковых культурах Вплоть до начала цветения Вот, как правило, начало цветения, активное сокодвижение заканчивается И после этого прививки приживаются плохо И так, в общем-то, для прививки время еще не наступило Но паниковать здесь совершенно не нужно На участке я бы рекомендовал провести такую работу, как задержка влаги Вот я уже сегодня вспоминал, в прошлой передаче я вспоминал Что довольно серьезная проблема, которая намечается в садах Это недостаток почвенной влаги Осень была чрезвычайно сухая Конец лета прошлого был чрезвычайно сухой Почва глубоко пересохла И вот влаги от таяния снега сегодня явно недостаточно И эту влагу, чтобы не растерять во время вот такой вот яркой солнечной погоды Ее нужно зафиксировать Делов-то пришли в сад, взяли грабельки И чуть-чуть по открытым участкам прошли Чуть-чуть разрушили верхнюю корку на почве И за счет этого задержали влагу И за счет этого стимулировали более интенсивное, более раннее развитие растений Ну и сейчас у нас достаточно серьезная работа На приусадебном участке Мы постепенно, постепенно, постепенно снимаем укрытия с теплолюбивых культур На тех же розах укрытие мы начали снимать где-то еще в марте Когда убрали сверху там пленочку с укрытия Когда чуть-чуть приоткрыли укрытие Чтобы к розам пошел свежий воздух Чтобы они не запрели Но окончательное укрытие мы снимем только тогда Когда на той же розе начнут пробуждаться почки Потому что если сейчас снять укрытие Корневая система у растений еще не работает Но почки под воздействием вот этого солнечного тепла Могут начать вегетировать И наступит такой момент Почечки начали распускаться Влагу они испаряют А корни в этот момент влагу не пополняют В стеблях, в листьях И может наступить банальное иссушение растения Поэтому сейчас мы добиваемся того Чтобы почвенный ком оттаял Чтобы корневая система включилась в работу И только тогда мы окончательно снимаем укрытие Ну и естественно снимаем укрытие Вот не в такой день как сегодня Солнышко и все прекрасно А выбираем для этого все же более пасмурный Желательно дождливый день В общем-то сейчас изнеженным растениям Любые стрессы противопоказаны Стресс для растения это резкое похолодание Не меньше стресс для растения Это вот такое вот резкое солнце Жесткий ультрафиолет Низкая влажность воздуха Кстати вы знаете вот удивительное дело Я так по наблюдениям даже не помню Чтобы в первой декаде апреля Влажность воздуха в районе Магнитогорска Падала до 30% Вот примерно такую картину мы сейчас имеем Идет интенсивное таяние снега Земля уже начинает влагу испарять И при этом влажность вот такая вот Чрезвычайно низкая Но это лишний раз говорит о том Что климат меняется И вот наши воспоминания о том Как же это было раньше Они сегодня мягко говоря не работают Сегодня к сожалению Сегодня к сожалению у нас С климатом достаточно серьезные проблемы Ну а сейчас уважаемые телезрители Я хочу дать информацию всего для одного телезрителя Во-первых я хочу извиниться перед садоводом Которому во время консультации В рамках проекта лучшие цветы мира магнитки Я обещал семена одного уникального Лекарственного растения Потом мы с садоводом созвонились Потом у меня были какие-то проблемы Потом мне пришлось поменять телефон И я не мог найти телефон этого садовода И в общем-то чувствую себя Очень даже некомфортно Обещал и не выполнил Так вот уважаемый садовод Кому я обещал вот лекарственное растение Не буду называть даже что это за лекарственное растение Я думаю садовод сам вспомнит И так это было во время консультации В рамках проекта лучшие цветы мира Вот этот вот пакетик с семенами этого растения Он сейчас находится на вахте компании ТВИН По адресу проспект Ленина 124.1 Чтобы этот пакетик получить Вам не нужно называть ни свое имя Ни фамилию вахтеру Вам просто нужно сказать Что же это за растение Вот назовете это растение Это будет своего рода паролем Ну а мне остается лишь дополнительно извиниться Вот за то, что я не смог выполнить свое обещание вовремя В общем-то я считаю время не потеряно Сейчас вы получите пакетик с этими семенами Вы посеете их Ну и через несколько лет У вас вырастет лекарственное сырье Просто великолепного качества Это растение, оно стимулирует иммунную систему Причем очень серьезно Ну вообще сегодня в мире Вот на это растение делается очень и даже очень большая ставка Ну а сейчас, уважаемые телезрители Вашему вниманию Мы предлагаем сюжет Об открытии торговых точек садового центра Вот сегодня у нас стоит такая комфортная погода Многие садоводы устремились в сад И в этот момент вспомнили Что ах, а у меня вот нет леечки Ах, а у меня где-то вот там Лопата в прошлом году сломалась И удобрения можно подкупить Вот сегодня мы показываем Предлагаем вашему вниманию Сюжет вот собственно Об открытии сезонных точек Очень известного в нашем городе садового центра Это настоящее открытие Для садоводов и дачников Сразу в трех точках города Начали свою работу летние магазины Садового центра Виктория На дачном шоссе по традиции Особенно многолюдно Расскажите, вообще часто сюда заходите? Да, по пути всегда Очень удобно И осенью, и весом, и летом Надежда Алексеевна рассказывает Она садовод с сорокалетним стажем Все необходимое для удачного дачного сезона Уже приобрела Сегодня пришла за удобрением Важным слагаемом хорошего урожая Без покупки уйти не смогла И неудивительно В магазине представлен широчайший ассортимент продукции Но здесь у нас представлены полный весь спектр Того, что необходимо Чем можно воспользоваться Непосредственно в первые дни весеннего сезона Для обрезки, для обработки Для подкормки, для питания В нашем центре есть все Весь ассортимент в полном объеме Также в наличии весь необходимый садовый инвентарь От леек и шлангов до тяжелой артиллерии Лопат, грабли, серпов, травников И, конечно, в изобилии посадочный материал Только лук и севка здесь более 10 сортов Также огромный ассортимент семян овощей Бахчевых культур, ягод, цветов И комнатных растений На любой вкус и цвет Луковичным цветам уделено особое внимание На полках георгины, остильбы, каллы, канны Лилейники, крокусы, пионы Особое настроение создадут на приусадебном участке Нарядные хвойники Ели, можжевельники, туи Полноросные, декоративные, карликовые Плодово-ягодные культуры Также повод для особой гордости В садовом центре Виктория Представлено более 25 сортов яблонь В том числе колонновидные Это селекционные яблони Они выражаются в первую очередь Это зимостойкость Второе, это, естественно, вкусовые качества И масса яблок самих непосредственно По вкусовым качествам при оценке 5 Это оценка 4,6 и до 5 баллов Кроме этого у нас есть большой ассортимент Повишни, более 10 видов Абрикос, более 10 сортов Сливы То есть ассортимент очень огромный Очень много новинок, которые порадуют наших садоводов Как раз саженцы плодовых деревьев Приглядели для себя и супруги Иван Порфирьевич и Вера Владимировна В Викторию, признаются, они заходят регулярно И такие походы обычно заканчиваются продуктивно Цены нормальные, актуальные Даже скидочка есть 10% по карте Что тоже, конечно, немало важно Тем более для пенсионеров Удобный, хороший магазин Хозяин очень заботливый Всегда все свеженькое, привозят Много выбора, садов Ну, в общем, нравится нам Нужный магазин в нужном месте Такие удобные летние точки садового центра Виктория В городе, напоминаем, работают сразу по трем адресам На улице 50-летия Магнитки, 80 На шоссе Космонавтов, 68 И здесь, на шоссе Дачном, 16А Кроме того, открыты для покупателей Крупные центры сети Виктория Мы приглашаем всех садоводов Всех жителей города Магнитогорска Всех гостей Посетить наши садовые центры Я уверена, что без покупки Вы из нашего центра не уйдете Итак, это был сюжет об открытии сезонных точек садового центра Виктория Ну, а мы продолжаем передачу Ну, и вот если вы прислушаетесь Вы услышите пение скворца Вот, знаете, сегодня он сопровождает всю нашу съемку И это здорово Вот, когда поет скворец Вот, я не знаю, у меня поет душа Ну, и вот эту вот тему Когда поет душа Я предлагаю продолжить Я хочу рассказать вам о том Что 22 апреля в 14.00 В Центре музыкального образования Камертон В рамках совместного проекта телекомпании ТВИН И Центра Камертон состоится концерт Путешествия в окрестностях рая Это будет не совсем обычный концерт Во время этого концерта Мы с вами побываем в одном из самых удивительных мест на Урале Мы с вами побываем в горной стране Иремель И вот, собственно, музыкальные номера Собственно, видеоряд Иремеля Они будут сопровождаться моим рассказом Вот об этом удивительном месте Я расскажу вам очень много интересного Кто из путешественников посещал это место Легенды этого места Я уверяю, что это будет очень и даже очень интересное путешествие Легенды этого места Легенды этого места Легенды этого места Итак, еще раз, уважаемые телезрители Напоминаю, что концерт-прогулка в окрестностях рая Состоится 22 апреля в 14.00 В Центре музыкального образования Камертон Если вы хотите попасть на этот концерт Вам необходимо получить пригласительный билет Просто прийти в Камертон и взять этот билет Билет будет абсолютно бесплатный Поэтому даже билетом мы его не называем Это будет все же приглашение Ну а сейчас в рамках программы Вновь рекламный сюжет Но рекламный сюжет исключительно актуальный В магазинах садового центра Сеньор Помидор Вы можете приобрести вот это чудеснейшее средство Циперметрин Это средство для борьбы с различными вредителями И прежде всего средство для борьбы с энцефалитным клещом В Челябинской области укушенные энцефалитным клещом уже есть Вот клещ сейчас уже проснулся Клещ уже активен И вот эту проблему уже можно В том числе на приусадебном участке В посадке в коллективных садах уже получить Вот чтобы этого не произошло Вы приобретаете вот это чудесное средство А кстати в сети магазинов Сеньор Помидор Оно по невысокой цене Аналоги значительно дороже Это средство очень эффективное И при этом сравнительно недорогое Вот этим вот средством Циперметрином Вы можете обработать до тысячи квадратных метров посадок Это кусочек посадки рядом с садом Это дорога, которая идет по садовому участку Где там трава растет Это участки непосредственно на приусадебном участке Где вы держите их под задернением То есть так глубоко не перекапываете Не убираете растительные остатки Вот там везде может появиться эта самая проблема Под названием энцефалитный клещ Вы проводите одну, лучше две обработки вот этим вот препаратом И на год защищаете себя от очень серьезных проблем Еще раз подчеркиваю От очень серьезных проблем Вот гораздо проще сейчас обработать Чем летом поймать этого клеща И посвятить там поллета Всяким профилактическим мероприятиям Вот энцефалита, бриллиоза и так далее Итак, еще раз вот это вот средство вам предлагает По сравнительно невысокой цене Сеть магазинов Синьор Помидор Адреса вы видите на своих экранах И еще там же в садовом центре Синьор Помидор На торговых точках Вы можете приобрести вот этот вот прекрасный укрывной материал Вот укрывной материал Сегодня это очень актуально Казалось бы, укрывного материала сегодня в продаже очень много Им торгуют там и в продуктовых магазинах, в сетевых И где только не торгуют К сожалению, не везде вот этот самый укрывной материал Должного качества В садовом центре Синьор Помидор Вы приобретаете качественный укрывной материал Компании Гекса Это материал профессионального качества Он имеет очень высокие прочностные характеристики Растения под ним хорошо дышат И вот этот материал Это настоящая шестидесятка То есть это один из самых плотных укрывных материалов Он способен защитить растения От кратковременных заморозков До минус 5-6 градусов Итак, вот качество этого материала наивысшее А приобрести этот укрывной материал Вот эту настоящую шестидесятку Ведущей в мире компании по производству укрывного материала В нашем городе вы можете в сети магазинов Синьор Помидор Передача у нас остается совсем немного времени И вот за эту минуту-полторы я постараюсь ответить на вопрос садовода Относительно клематисов Садовод спрашивает Александр Иванович, пролейте, пожалуйста, свет Никак не можем четко понять классификацию Классификацию, собственно, этой цветочной культуры Так вот, клематисы классифицируются главным образом По способу обрезки Есть первая группа обрезки Это клематисы, которые вообще не подвергают обрезке Или подвергают только легкой санитарной обрезке Ну, можно там снизить высоту этого клематиса Там до высоты, ну, скажем, забора до высоты Там 2-2,5 метра Итак, это не обрезные клематисы Первая группа Как правило, это клематисы с недостаточно высокой зимостойкостью У них необходимо укрывать как корневую систему Так и надземную часть Правда, в этой группе есть исключения Так называемые княжики Это клематисы первой группы обрезки Которые не нуждаются в обрезке Которые не срезают на уровне почвы Но они созданы на основе дикорастущих форм И эти дикорастущие формы имеют очень высокую зимостойкость Поэтому, собственно, княжики, относясь к первой незимостойкой группе Тем не менее, вот составляют такую очень зимостойкую подгруппу Вторая группа клематисов Это клематисы, которые могут свести и на прошлогодней древесине На прошлогодних побегах, на многолетних и на побегах текущего года Это очень интересная группа Главным образом за счет того, что эти клематисы цветут очень продолжительно В начале лета они цветут на побегах прошлого года В конце лета они цветут на побегах текущего года Эти клематисы, если и подвергают обрезке То незначительные прошлогодние побеги укорачивают до высоты примерно полтора-два метра Но есть еще третья группа клематисов Это клематисы, которые подвергают очень сильной обрезке Их фактически срезают осенью до уровня почвы Они цветут только на побегах текущего года Это наиболее зимостойкая группа клематисов У них укрытию подвергают только корневую систему Но и в этой группе есть исключения Это дикорастущие формы, обладающие очень высокой зимостойкостью Клематис манжурский, жгучий Клематис горный и так далее У них также срезают осенью всю надземную часть На следующий год они отрастают и зацветают Но при этом эти клематисы обладают исключительно высокой зимостойкостью И их корневую систему на зиму укрывать не нужно Время нашей передачи подошло к завершению Мне лишь остается поблагодарить вас за внимание И предложить небольшой сюжет Как в саду известного магнитогорского цветовода Светланы Александровой Цветут эти прекрасные цветы под названием клематисы Всего доброго, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Многие уверены, работа на земле и утомительный ручной труд Магазин «Формула-инструмента» избавит от этого стереотипа Огромный выбор аэраторов и бензопил, кусторезов и триммеров самых известных брендов Имейте в виду, магазин является официальным дилером таких производителей, как «Штиль», «Юнисо» и «Кайман» Многие хотели бы обзавестись газоном, но несколько раз в неделю стричь траву Дело утомительное, почему бы не доверить эту работу роботу? В нашем магазине представлен широкий ассортимент садово-парковой техники, бензо-электроинструмента для лесного и сельского хозяйства, бытового назначения, профессионального Одной из новинок данной продукции является робот-газонокосилка RMI 422P, который оснащен всевозможными датчиками, зарядной станцией автоматической Более подробно вы сможете ознакомиться и посмотреть его в действии у нас в магазине Измельчитель веток сэкономит вам траты нового смусора, садовые опрыскиватели избавят от профессии водовоза и водоноса Мойки помогут содержать и участок, и личный автомобиль в образцовой чистоте Не смогли определиться с выбором – не беда Формула инструмента предлагает приобрести подарочные сертификаты И еще важная деталь – магазин располагает собственным сервисом по ремонту садовой техники и выполнит плановый ремонт по гарантии Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова